девчонки всем привет из франции в общем все у меня в порядке спасибо за беспокойство спасибо за ваши комментарии за кучу различных 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 пожеланий советов в общем у меня сегодня такое день будет проснулась недавно миленка даже раньше меня проснулась она уже в салоне так ну что сейчас попьем кофе и я постараюсь рассказать что же я делала для того чтобы выйти из того состояния девчонки вы не поверите если бы мне кто-то рассказал другой то я бы сама не поверила это же кофе будешь пить солнце тоже будешь пить кофе да здрасте ты уверена так ну что сейчас кофеёк попьем потом продолжим ой сколько конфет ты решила все съесть или что милиночка маме помогала и приехал дед мороз до папа ноэль из украины при том видите шоколад украинский и привез миленке вкусняшки да ой а у нас что у тебя губки накрашенные опа яну миленка конечно молодец пока мама там занималась своими делами да я сегодня спала аж до 8 30 она где-то наверное 8 проснулась в общем уже тоже успела сделать макияж маминой помадой ну ладно это это не так важно девочки такие девочки все мы одинаковые все мы когда были маленькими из-под тяжка иногда подтягивали мамину косметику в общем для меня это не сюрприз девчоночки давайте я сейчас немножечко в общем сменю наверное утреннюю одежду потому что до сих пор в моем халате немножечко приведу себя в порядок переоденусь попью кофе в общем у меня сегодня столько всего и орхидеи нужно залить для того чтобы напитывались расскажу кстати как я за ними ухаживаю потому что девчонки просили что еще у меня просили про уход блонда что я делаю как я чем ухаживаю за волосами тоже постараюсь сегодня рассказать в общем если сегодня не расскажу то расскажу в следующий раз так ну что сейчас я прическа займусь девчонки вот показываю ближе меня спрашивали что это за крем такой который с эффектом сауны вниз наверное не с эффектом сауны я наверно неправильно выразилась это формула термо и она с разогревающим эффектом это польская косметика как видите цена 9 даже 100 гривен нет это внутри евро чтобы было понятно и и действия классная вообще супер аромат дня сегодня у меня это леди миллион от пакарабан это классическая версия парфюма я его очень люблю но иногда мне он надоедает и я могу месяцев пять-шесть вообще его не трогать не пользоваться и даже о нем не вспоминать но сегодня другой день мне захотелось именно чего-то вот такого нежного и сладенько я сегодня прям не знаю за что хвататься и готовить нужно и нужно отвести форму наташи кошка мявкала мявкала есть просила достала ей еду пока я эту еду доставал общем она сбежала кофе до сих пор еще не попила даже в нем молока нет до молока даже нет но ладно девчонки сейчас я покажу про орхидеи вы меня часто спрашиваете расскажи расскажи покажи 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 и у меня никак не получается снять отдельное видео да даже вот сейчас но я даже не знаю что именно особого рассказывать это настолько неприхотливые растения на мой взгляд раньше я их боялась потому что они засыхали сейчас вот смотрите вот это вот беленькая она у меня цветет уже восьмой месяц вот остались еще два цветка раз в неделю весь уход девочки заливаете вон видите там водичка она всегда от орхидеи они в кашпу вот это как бы подстаканник такой большой в которые в котором они стоят вы наливаете раз в неделю на ночь на 12 часов водичку ставите сам вот этот вот прозрачный цветок видите там вода и вы ставите и ночь они стоят вот это вот их древесная почва она напитывается водичкой и на неделю вполне достаточно в зимний период и в период цветения такую процедуру можно вообще проводить раз в две недели и все когда цветут в самом начале вернее даже когда она идет образование бутонов я делаю знаете как и я вот в эту воду добавляю совсем немножечко совсем чуть-чуть обычного самого обычного удобрения для цветущих растений даже не для орхидеи я их ничем не брызгаю я я им вообще ничего не делаю он смотрите вот эти корешочки воздушные идут это значит что растение довольно и счастливо вот это вот моя самая первая орхидея она вообще ей уже столько лет до сколько лет пять наверное она самая маленькая у меня но каждый год цветет и цветет тоже по пять по шесть месяцев так что девочки очень все просто и легко листики помыли водичку поставили на ночь и все и растения довольны и сейчас я тики покажу она у нас на вот этом вот так нет сзади вот это вот там соседи это не наш двор и она по террасе вернее вот так вот прыгает на стенку террасы потом на крышу и потом с крыши как-то спускается туда и вот там вот отдыхает вроде бы как и на своей территории и и за соседями наблюдают до этого и девчоночки ну что я хочу сказать во первых искренне большое огромное спасибо за ваши советы за комментарии за письма в instagram письма в личную почту письма и комментарии на канале под видео как видите я на ногах и как я уже сказала что если бы мне кто-то рассказал то я бы никогда не поверила начать хочу с того что посмотрев массу комментариев прочитал прочитав массу писем посмотрела видео которые ссылочки вы мне оставили больше всего советов было с на соль про соль и вода с солью и соли и ну в общем решила что если столько людей пользуются этим методом я использую его также конечно же к моему стыду смотрела все молитвы в интернете и все это читала то все что вы мне написали в общем сделала все как и говорили все воскресенье целый день как только я начала всем этим заниматься и дождь приняла как вы мне сказали что говорить что все пусть уйдет чужое плохое и так далее чтобы с водой все ушло все я это сделала меня начало рвать сначала тошнила потом просто начало от рвота я я не ела ничего такого что не ела бы отдельно от моей семьи все было одинаково все никакого отравления ничего мне было плохо реально плохо и когда вот думаешь когда вот смотришь какие-то фильмы про этих экстрасенсов когда думаешь что там кто-то что-то какие-то заговоры да все это туфта все это брехня и все это так выдумки пока на своей шкуре этого не почувствуешь я были комментарии что девчонки писали лильда не заморачивайся да это все мол в нашей голове знаете возможно это в нашей голове но то что было со мной это это я не знаю что это я просто не знаю никогда с таким не сталкивалась никогда не было я слышала я читала что существует сглаз что существуют какие-то наговоры и заговоры и так далее но я никогда я же говорю что я человек не суеверный если во что верю так это сны и во все остальное я стараюсь как говорится если в примету не веришь что она не сбудется но посмотрите вот если вам видно у меня синяк на руке это плечо вот где надо меня дотрагивалась и когда вот это вот солью я сделала вот это как мне женщина одна посоветовала слить воду соленую и сказать что все пусть идет туда откуда оно пришло у меня вот здесь вот лопнул сосуд вот ну как вот это вот можно объяснить вот скажите пожалуйста и само самочувствие к концу дня воскресенья я была вообще мне так казалось что из меня вытянули все силы все ну была настолько вот пустота с одной стороны конечно я понимала что это наверное вот это вот негативная энергия которую я получила от этой женщины она из меня вышла и как бы хорошо это было весь следующий день когда я проснулась в общем на утро и поставила также воду соленую как мне тоже сказали что под кровать поставить слить может быть конечно сейчас многие ржут смеются может быть конечно это все как бы мой и вот этот вот настрой на то что если я сделаю это мне и поможет но я не знаю что сработало но это сработало я полностью весь понедельник я драила дом я перебрала вещи я выкинула были у меня некоторые подарки от этой женщины я нашла их и выкинула все выкинула выкинула старые вещи выкинула битые вещи выкинула какие-то там на треснутые вещи ну в общем все что могло остаться с какой-то негативной энергетикой все из моего дома вывезла вчера вечером машина на свалку мусор у нас кстати забирали и полностью весь дом от самого верха до самого низа так он дитё моё идет принесла показала пишет занимается не ну это хорошо и я выдраила полностью весь дом до такой степени вы знаете даже ну существует у каждого в доме у любой хозяйки есть места которые она ну моет генеральная уборка так вот у меня вчера была именно вот такая вот генеральная уборка где не осталось ни одного уголка ни одного какого-то такого потайного местечка где бы не прошлась я с пылесосом и с половой тряпкой в общем мне кажется и выкинула даже в холодильнике перебрала даже все старые продукты сделала перестановку внизу ну поменяла все что можно поменять но еще что я вам хочу сказать как только я начала делать вот эти вот манипуляции так скажем с изгонянием вот этой дурной энергии во первых у меня стали падать цветы на террасе они не падали не было ветра у нас был такое вот ну просто пекло такая жара стоит что у меня он милешка видите сами в купальнике дома бегает и под вечер когда ну вроде бы не туч не было не было никакого такого вот если есть сегодня там я вижу какие-то тучки промелькивают то не было не туч не было не передавали что будет дождь и вечером такой ливень пустился что у меня наверху вот это вот окно что на миционине там оно так крыша вот стеклянная она открывается закрывается автоматически и обычно когда там стоит датчик и когда вот это вот медите влажность оно чувствует и автоматически окно само закрывается так дождь пошел настолько вот я не знаю может и конечно совпадение может у меня уже какие-то фантазии и так далее на почве всего что всего что случилось со мной потому что это первый раз такого никогда не было почему я в такой растерянности то и была и начался дождь что окно даже не настолько вот внезапно раз и пошел что даже окно не датчик не почувствовал не успел оно во время закрыться что у меня еще и палас мокрый на миционине ну ладно это не важно и еще да милешенька также девочки вы меня спрашивали одинокая ли она я не знаю конечно какое это имеет значение но у нее ситуация в семейном плане очень странная первое был период где-то наверное больше года когда она встречалась с коллегой моего мужа и потом они так внезапно распались в общем для многих это было так ну непонятно но поскольку как бы французы они такие люди если это не твои близкие родственники или не твой там лучший друг они таких вопросов личного характера не задают и поэтому как бы ну мы не интересовались и через какой-то период времени что-то зашелся разговор мы встретили в супермаркете абсолютно случайно этого мужа этого мужа вот этого коллегу и ну что-то зашелся разговор и он спросил как там типа у нее дела и так далее я говорю да нет все нормально все хорошо вы что ну как бы между прочим спросила вы не видитесь он говорит нет мы не видимся как бы мне бы уже было достаточно того что она мне настолько сильно выносила мозг что просто как бы там какие бы отношения классные и какие бы чувства не были невозможно просто с таким человеком не то что жить а вообще рядом находиться встречаться потому что ты рассчитываешь на одно человек тебе по телефону говорит все класс приезжай все замечательно ты приезжаешь а там совершенно другие вещи совершенно другое уже приготовлено совершенно другие люди как бы типа а че ты вообще здесь делаешь ну понимаете как бы он не распространялся но рассказал только вот эту ситуацию как бы поймите сами немного странное поведение по поводу семьи ее семьи она была дважды замужем насколько мне это известно но все очень как бы на мой опять же это на мой взгляд может быть для кого-то это нормально первого ребенка воспитываю первую дочку воспитывает ее муж воспитывал вернее потому что она уже сейчас сама взрослая у нее уже самой кажется двое детей и второго ребенка также воспитывает ее муж и второй уже и при том это не какое-то там такое решение суда что она там такая плохая ненормальная нет это ее осознанный обдуманный шаг про второго ребенка я знала про первую дочь я вообще узнала совершенно случайно однажды она пришла ко мне домой и говорит можно взять вот эти вот ну знаете стулья когда детки маленькие для кормления стулья и столик а я говорю а зачем тебе так я же удивилась она говорит приехала моя дочка и в общем они пятница суббота воскресенье мне на три дня нужен стульчик я говорю ну как бы на три дня я дать не могу потому что у нас он тоже один и Миленке был годик и я ну почему я должна своего ребенка кормить в коляске или полулежа полусидя укладывать в подушки и отдать свой стол во первых бы у меня бы я себе это сделал у меня бы мой муж бы этого вообще не понял я говорю ты меня извини но на три дня не могу на день пожалуйста как бы дружеские отношения все такое один день можно как-то перебиться но на три дня оставить своего ребенка тем более когда он маленький ты его кормишь 4-5 раз в день и какую-то пюрешку нужно дать и так поесть и вообще она была как раз в таком возрасте что ну мы садились ужинать или обедать вся семья и она даже если не ела она игралась за этим столиком ну в общем на три дня я ей отказала и вот этим вот таким вот образом я узнала и говорю дочка у тебя есть еще и дочка она да 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 это от первого брака и как бы она всю жизнь прожила с мужем но теперь когда появились внуки она как бы решила со мной наладить отношения так что вот такая вот у меня знакомая конечно девчонки однозначно после того что я вот это вытерпела пережила перетерпела никаких больше не будет никакого такта никакого этикета я даже я не знаю может возможно даже здороваться не буду буду просто проходить тупо делать вид как мне девчонки написали что ты вообще не знаешь не замечаешь даже не буду говорить привет пока я спешу и так далее и ну здоровье дороже я думала что я реально ребят реально сдохну мне настолько было плохо что вот именно плохо вот прям как такое ощущение как будто жизнь из тебя выходит и ты никакой ладно ну его пусть все плохое останется тем кто нам его желает в зеркальном отражении и не хочу я больше об этом теперь я знаю что делать благодаря вам всем спасибо большое в общем я пытаюсь Миленочку убаюкать на сиесту скажи какая есть ну да а у нас сирена доченька а спать нужно не хочу или хочу так ну у нас уже начинается все эльза зовут у тебя сирену зовут эльза да ну ты молодец доченька а спать нужно потом ты такая будешь хорошая вечером не уставшая немножечко хорошо ты не арифа дурмир в общем становится чем взрослее становится тем труднее укладывать спать мы вчера Миленочка я тебя перебью солнышко ты запомнила мы вчера слово новое учили хлебу так тяжелую букву хлебля нет не хлебля хлеб хлеб ну просто хлеб ну почему ну пробуй ну ножки то не надо нет так хлеблю и почему хлебушек а ну скажи может хлебушек хлебушек так ей тяжело произносить не арифа не арифа ну ладно не арифа не арифа не арифа и не проконтролировала в общем сколько у меня они же килограммовых банках продаются мягкий творог и я не проконтролировала что у меня осталось там совсем ничего и добавила я где то наверно грамм 200 было творога и добавила я два йогурта обычных натуральных в общем у меня получилась такая жидкая жидкая смесь и как хорошо что я вот такая запасливая я каждый раз когда езжу в украину я всякие вот такие вот штучки всегда покупаю и привожу и вот меня вот этот вот сгущивать сметаны очень даже выручил да доча Мелеша тут бегает бомбом бомбом хочет а я уже убрала бомбом сейчас будем десерт готовить будем шарлотку делать и смотрите какая прелесть получилась жалко конечно что я не показала какая-то жидкая масса была до но крем получился вообще шикарный так ну что ладно буду я готовить шарлотку всем спасибо за сегодняшний день я думаю что вы его провели неплохо и до новой встречи в моем новом видео пока пока мои хорошие